Приветствую, друзья! Наверняка вы когда-нибудь были на осмотре квартиры, ну для покупки, аренды, переезда или для обмена, например. Наверное, были с риэлтором или с хозяином квартиры, вы осматривали новую для вас жилплощадь, изучали, возможно, расположение комнат, качество ремонта, наличие бытовой техники, в конце концов, износ мебели. И вот вы для себя думали, стоит ли эта квартира запрашиваемых денег или надо поторговаться и сбить цену. Вот сейчас точно такой же просмотр в Москве осуществлял глава Китая Си Цзиньпинь. Только, понятное дело, председатель Си смотрит не квартиру, он осматривает Россию и решает, стоит ли сбивать цену на эту новую китайскую собственность, или можно уже забирать и обустраиваться. Конечно, кремлевские СМИ будут рассказывать о чрезвычайно важных и совершенно равноправных переговорах между Путиным и Си, между Россией и Китаем. Но в реальности этот визит председателя Компартии Китая не что иное, как осмотр и инспекция своих новых владений. В принципе, к этому давно шло и пришло бы в любом случае. Вся политика кремлевского режима не оставляла России никакого выбора. Но война все многократно ускорила. И за последний год Россия превратилась в вассала Китайской Народной Республики. С начала войны Путин, как мантру, повторял слова об укреплении государственного суверенитета. Главное приобретение, укрепление нашего суверенитета. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России. Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. При этом почему-то под суверенитетом он понимал независимость от требований Запада соблюдать хотя бы минимум приличий. Не нарушать права человека и вообще не есть детей. Зависимость от Востока, похоже, Путина волнует меньше. И правда. А что волноваться-то? Из-за сибирской тайги, что ли? Из-за нефти, газа, которые уходят за бесценок. Из-за карты, где Китай претендует на треть России. Какая фигня. Главное-то ярлычок на княжение. Вот он в кармане, точнее на экране телевизора. Мы со школьной скамьи привыкли думать о нашей стране как о самой большой, богатой и самодостаточной. Россия действительно самая большая страна по территории. Но вот с богатством и самодостаточностью все несколько сложнее. Географически Россия находится между Европой и Китаем. Экономика и Евросоюза, и Китая больше российской в 10 раз. По населению ЕС больше России в 3 раза, Китай в 10. Чтобы Россия была не просто большой по территории страной, но и равноценным с ЕС и Китаем игроком, наше население и экономика должны быть в 3-4 раз больше. Но население уменьшается с каждым годом, а экономика падает. Россия, увы, уже не вытягивает роль отдельной самодостаточной цивилизации. Экономических ресурсов маловато, а населения хватает только, чтобы быть крупным рынком сбыта. И то лишь на региональном уровне. В такой ситуации единственный выход для России это балансировать между Востоком и Западом. Использовать свое уникальное географическое положение и геополитическое наследие Советского Союза. Чтобы продавать свои пока еще востребованные ресурсы подороже. Отзамен получать не только ширпотреб, но и достойное место в международном разделении труда. Например, производство самолетов, спутников, программного обеспечения и так далее. Вот такой баланс требует тонкой и очень умелой дипломатии. Очень деликатной внешней политики. Вместо этого 24 февраля 2022 года Путин объявил войну Украине. Войну всему Западу и большей части мирового сообщества. О балансе больше не идет речи. Европа практически отказалась от российской нефти и газа. Больше тысячи западных компаний ушли из России с момента начала войны. В ответ на ширкомасштабную агрессию в отношении Украины были введены около 9 тысяч санкций в дополнение к уже имевшимся 2600 за аннексию Крыма. Европа и шире Запад закрыты для России. Если не навсегда, то уж точно пока Путин у власти. Баланс разрушен. Но может быть вместо Европы, Америки и других ориентирующихся на запад стран Россия сможет построить равноправный союз с Китаем. Союз, который заменит выпадающие доходы, технологии и цепочки добавленной стоимости наконец. В начале 2000-х во главе компании ЮКОС я занимался проектом нефтепровода из Западной Сибири в ДАЦИН. Я несколько раз ездил в Китай, провел десятки переговоров. Главный урок из этого опыта. Как только вы попадаете в зависимость от китайских товарищей, вы проиграли. Выжмут досуха. Прожмут и по цене, и по срокам, и по условиям. Вообще по всему. Единственный способ получить от китайцев нормальные условия, это иметь им альтернативу. Стараниями Путина у России больше нет альтернативы Китаю. Китайцы это прекрасно знают. Юань является самой торгуемой валютой на российской бирже. Половина ликвидных средств главной российской кубышки фонда благосостояния хранится в китайской валюте. Россия главный поставщик газа в Китае. Китай близок к тому, чтобы стать главным покупателем. Китайские товары составляли 40% российского импорта товаров в конце 2022 года. Только Северная Корея сейчас больше зависит от китайского импорта, чем Россия. 11 из 14 брендов на автомобильном рынке России китайские. Доля китайских марок на рынке грузовиков уже превысила 60%. То есть отношение с Китаем это не просто сотрудничество, это зависимость. Причем зависимость колониального типа. Китай получает из России природные ресурсы по ценам ниже рынка. А взамен Россия становится рынком сбыта для китайских товаров, у части из которых нет альтернативы. Вот такая вот уин-уин игра, в которой всегда выигрывает Китай. Причем Китай получает не только экономические, но и политические преференции. Сколько гневных ответов получила достаточно маргинальная украинская инициатива о переименовании России в Московию. Но Китай на достаточно высоком и официальном уровне использует на своих картах России китайские топонимы для городов Сибири и Дальнего Востока, намекая как бы, что это наша территория. Почитайте об этом в моем телеграмме, я пишу там подробно на эту тему. И подпишитесь к слову. Так вот, как на это реагируют российские власти? Они мягко объясняют, что такая традиция и нет ничего страшного. При этом, конечно, Путин уверен, что он всех переиграет. Поддержка Китая является серьезным противовесом коллективному Западу в отношении ситуации в Украине. На самом деле, от Китая нет поддержки даже по вопросу войны с Украиной. Китай осудил путинские угрозы ядерным оружием. Китай не присоединился к санкциям, но по факту их соблюдает. И, наконец, даже китайский план мирного урегулирования в Украине, который многие оценили как поддержку Путина, составлен исключительно в интересах самого Китая. Да, в плане есть дежурные фразы о необходимости диалогу, выгодный Путин. Но главный пункт об уважении и территориальной целостности всех стран явно говорит о незаконности вторжения в Украину. У Китая есть своя повестка и только свои интересы. Китай планирует мировое доминирование. В отличие от Путина, имеет для этого ресурсы. Китай, например, давно хочет вернуть в Тайвань. И считает неизбежным будущее столкновение США. Именно поэтому для Китая важна Россия. И ее нужно было умасливать. Было нужно. Для геополитических стратегий Китая было чрезвычайно важно не дать России стать частью коллективного Запада. На этом Россия могла играть, могла развиваться, могла зарабатывать. Но Путин начал войну, и теперь не Китай нуждается в России. Россия нуждается в Китае. И полностью от Китая зависит. И полностью Китаю подчиняется. Помните, был период, когда Путин то и дело грозил миру ядерным оружием? А потом, после разговора Си, как-то перестал это делать. Китайцы же люди прагматичные. Они понимают опасность ядерного аргумента. Для их китайских интересов в Европе. Да и вообще. А зачем им-то умирать? Поэтому ядерное оружие они имеют, но сами им не размахивают. И вассалом своим не дают. Или помните, как Кремль сначала отреагировал на 12 пунктов мирного плана Си? Мол, мы приветствуем мнение Китая, но пока оно не особо релевантно. А потом председатель Си приехал в Москву, провел беседу с другом Владимиром. И, о чудо, китайский план внезапно стало можно принять за основу. Чем глубже Россия проваливается в войну, тем больше влияние на нее Китая. Несколько дней назад ГАГский уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Это на самом деле очень важное событие. Это не просто признание Путина военным преступником в юридическом смысле. Это еще и черная метка, которую нельзя отозвать. Ордер на Путина действует либо пожизненно, либо пока над ним не пройдет суд. А что это означает в контексте отношений с Китаем? Это означает, что Китай потребует и получит еще больше преференций. Ведь кроме Китая Путин даже никуда и поехать-то практически не может. Россия попала в финансовую, политическую и технологическую зависимость от Китая. До начала войны путинский режим мог претендовать на статус то ли младшего партнера Китая, то ли хотя бы сырьевого придатка. С началом войны Россия превращается в колонию восточного соседа. Китай главный выгодоприобретатель путинской агрессии против Украины. Он выигрывает и политически, усиливая свое влияние на главный военный конфликт на планете. И он безусловно выигрывает экономически. Он расширяет пространство хождения юаня, получает сырье на выгодных условиях и занимает новые малоконкурентные рынки сбыта. Китай безусловно выигрывает и в военном смысле. Запад вынужден тратить финансовые и военные ресурсы на поддержку Украины, ослабляя тем самым свои возможности в регионах, важных для Китая. Все это происходит за счет России. Наша страна сейчас для Китая инструмент. Инструмент, при помощи которого Китай решает свои стратегические задачи. Ну а что будет с этим инструментом потом? Для Китая маловажно. Если инструмент развалится, ну в общем даже лучше. Будет кучка таких же зависимых инструментиков. Путин опирается на Китай достаточно давно. Опирается с целью сохранения личной власти и безопасности. И Китай отвечает взаимности. В том смысле, что Китай не поддерживает на международной арене Россию, но он поддерживает Путина. Потому что Путин ради личной власти исправно и уже не первое десятилетие продвигает интересы Китая в ущерб интересам России. При Владимире Путине в России окончательно закрепился культ Александра Невского. Масштаб личности Александра Невского поистине грандиозный. А его жизненный путь сложный и многотрудный. И это, конечно, неспроста. Александр Невский, как и Путин, черпал свою легитимность на Востоке. Ездил за ярлыком на княжение в Золотую Орду. С началом войны Путин боится далеко ездить. Поэтому ему ярлык на княжение привезли в Москву. В XIII веке воспетый по указанию убийцы Джугашвили, начальник новгородского гарнизона, князь Александр Невский, присягнул Золотой Орде и получил власть. Россия в результате этого получила оккупацию, баскаков и многолетнюю отсталость. Из-за нехватки ресурсов, вывозимых во Орду, из-за угоняемых и бегущих со своей земли в поисках спасения людей. Важно помнить, что татаро-монгольская ига продлилась еще два века после этого предательства. Счастливо вам. Нам очень нужна власть, которая будет работать в интересах нашей страны, а не какой-то другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова